АПЛОДИСМЕНТЫ Что я хотел? Память нет совсем. Забыл всё. К чёртовой матери принять. Старый день раз. Вот память совсем нет. Вот что-то помню. Вот помню вчера. Смотри, Жульен. Помню вчера. Получил аванс. Хотел пивка хлебнуть. Дальше как отрезал. С кем, сколько. Ничего не помню. Вот что это. Журнальский. Журнальский эпидем. Про-сюр-тур-мур. Какой-то иностранный что ли? Нет, на нашем. На нашем написано даже нет. Деньги жило. Это точно. Это точно. Внос мне кочеринскую. Деньги жило. Зайдёшь на рынок, и жила не хватает. За кулисами женской кровати. Ой, это льёк-макарёк. Внос мне кочеринскую. А! Красоты ещё. Ничего не вижу. Жульет. Без очков ничего не вижу. Слушайте. Интересно, что там у вас за кулисами-то? Ох ты. Виндал, миндал. Жульет, смотри. Ох ты. Ёстенько. Фу ты, ну ты, ножки гнуты. Так, ну-ка. Зоанна и Бригитта. Дуры. А! Подруги. Видно что? Ничего не вижу. Да. Смотри, какие видал. Видно немки. Немки. Бригитта. Бригитта фотомобель. 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 А, фотомодель. Фотомодель, да. Страшненькая какая-то. Страшная. Модели они все. Какие-то страшненькие модели. Ну вот. Ага. Зоанна, секретарь гамбургской фирмы. Вот это не все. Это попастенькая какая-то. Попастенькая. Смотри, Жульет, смотри. Что-то облизывается. Облизывается он. У тебя жучка есть. Окей, беги. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Сегодня подруги подрались. Ага. Потапались, дур. А, собрались. А-а-а. В нос на козеринку. Без ножков ничего не везу. Собрались обсудить новости. Поболтать об мужчинах. Правильно, о ком же еще, да. Сделать пилинг. Кого сделать, ты понял? Пилинг. Что-то знакомое. Где-то я про это слышал, а? Где-то я слышал. Может, в зеке? В зеке, может, нет? А ну-ка, подожди, картиночки, ну-ка. А-а, пилинг. Подожди-ка. Чу-у-у-у-у-у-у. Это когда племянница-то моя себе в пуп ставила замок. От гаража. Нет, это... Это пупинг. Это пупинг. Подожди. Она, когда себе замок-то защёлкнула и опупела. Когда обнаружила, что ключ-то посеял. Утро бредит и начинается со стакана водки с лимон. Ёлка-макарёк, нож мне качает. Прямо как у меня, Жульет. Только без лимона. Смотрите, я молодая, уже с водки начинаю. Вот я, например, я водку первый раз в жизни попробовал только в седьмом классе. И то только, когда самогонный аппарат сломался. Так, подождите. Так, стакан воды с лимоном. А, воды с лимоном. Ну, конечно, ну. А то, понимаешь, я думаю, немкий стакан водки натощак разорвёт. Как сушенька гранаты. А вот нашу, междунашу, нашу, только приятно раздодорит. Так, ну что-то, чувак, так раздейственские гадания. Это хорошо, это интересно. Вот я помню, у нас гадали, в деревне-то у нас гадали. Вот девки-то не замужние. Ну, на раздество-то. Вот соберутся в какой-нибудь избушке на курьих ножках. Соберутся, сядут в кружок. В кружок. Сядут в кружок, в кружок сядут, в центр кладут золотое колечко. Свет выключают. И через некоторое время включают. И начинают то колечко искать. И у кого то колечко найдут, та, значит, его и украла. Так, вот я понимаю, всё-всё-всё-всё, и дальше я понимаю, гадания на льду. Интересно, интересно в ночь мне хотелось, что есть гадания на льду. В морозную, в морозную, в рождественскую ночь девушка, собирающаяся гадать на льду, должна полить водой дорогу перед своими воротами. Ага. Если девушка желает узнать имя будущего супруга, ей следует в рождественскую ночь достать из пиздака, висящего на спинке стула, паспорт и быстро прочитать первую страницу. Понятно. Нос мне костерлиц. Друзья, смотри. Как изгнать ведьму? О, как, подожди, что есть? О, интересно. Нужно выпить отвар храбрости. Это я всё время делаю, да? Вызвать ведьму на кухню и сказать. Пошла вон вместе со своей дочерью. О, как. Видал? Заклинание действует только тогда, когда квартира записана на вас. Заклипся на кухню. Заклипся на кухню. Ай, ек ты, бокарёк. В нос мне катерлицку просадай. Правильно. Опа, всё, всё. Опань, смотрите. Как превратить жену в крокодила. Подожди, всё, 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 всё. Изувленд, слушай. Мне расскажешь потом. Ночью, когда жена спит, возьмите ее парик и закопайте под крыльцом. Рядом закопайте ее бигуди, накладные речницы, вставные зубы и косметичку. Заклинание сработает утром. Это такое гракотилось? Так, старый Новый год. Вспомнил. Старый Новый год. Это задело отметить надо. Правильно? С праздником! Вы знаете, вообще-то меня Юрой зовут. Я живу с женой и ее родителями. В квартире ее родителей. Как сказал бы Гамлет, бедный Юрик. Оба их родителей жены, вот, буйный склероз на почве обладания недвижимости. Они каждый день меня спрашивают, а ты здесь кто такой? Нет, то есть, права у меня есть, но они в яйце. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце, а ларец в декольте у течи. Не, ну, в семейной иерархии у меня авторитет высокий. И я по рейтингу, я немногим уступаю коту-барфику. Я своему напарнику Витьку 10 лет на работе в жилетку плакал. Ну, видать, ему надоело все это. Он взял на прокат дорогой костюм, укладку сделал, маникюр. И во всем этом блеске приперся в мое отсутствие ко мне домой. Ну, там, слава богу, Витька в лицо-то не знали. Ну, и он с английским акцентом, Витек, с английским акцентом, заявил моей очумевшей родне, что я являюсь единственным наследником 10-миллионного состояния, умершего там в Америке дяди. Слышишь? Вот, посетовал, что у меня нет дома, сказал, что по делам вынужден уехать в Нью-Йорк, а через месяц вернется, и я подпишу документы и вступлю во владениями вот этими деньгами и в фамильный мрачу в Техасе. Ну, когда Юрок ушел, ну, у моей родни, видимо, вообще был инфаркт с инсультом, приходящий в Минист. Я ни сном, ни духом, как ни в чем не бывало, подработал, чешу домой. Ну, без видимого удовольствия, ну, как каждый день. Открыл дверь и остолбенел. Прямо передо мной стоит теща в русском народном сарфане, кокошники, в руках под нос держит. То ли, думаю, свихнулась, то ли пьяная старушка. Ну, судя по улыбке, чокнулась старушенция. Вот так обычно улыбается победившая лошадь на стоп-картре, вот, фотофиниша. Вообще 32 зуба вместе со скамейкой запастных, вот. Ну, в виде мостов, коронок. И тут теща говорит, откушайте хлеб, соль, в знак любви и уважения. Я даже оглянулся, думал, кому она. Это она меня-то любит, уважает? Зачем же 10 лет это было на так тщательно скрывать? Теща хлеб мне протягивает, говорит, откушай, мой золотой зятёк. Это ж, думаю, сколько ж я чинов перескочил из вонючих козлов. Сразу золотые зятя, пожалуй. И, значит, прими, мол, этот каравай. Я, знаешь, вот, я тут немножко, знаешь, вот, заподозревал, думаю, даже провокация какая-то, думаю, значит, так, я принимаю каравай, а она мне по морде под носом, ба-бам! Я так даже шаг назад сделал, и тут тещь, тещь кинулся ко мне в ноги, как коршун, и стал шнурки разглядывать. Думаю, всё, сомнения отпали. Хотят на шнурках повесить. Он снял с меня туфли, вытер рукавом и сказал, мы вас так ждали. Я точно думаю, это самое, перепелись, в глазах двоится. Он меня на «вы» назвал только один раз, когда «выхухуль» её назвал. Я, говорит, всегда любил тебя, как сына. Да я тебе чмокну. А он меня каждый день чмокал, как махнёт, ну, водяры, да? И сразу говорит, ты чмок, ты чмок. И тёща сразу ожила. Говорит, я так часто была неправа. Если хочешь, мой золотой зятёк, ударь меня. Ударь меня. Это же надо, да? Вот угадать самое интимное. Она сказала, ударь меня, мой золотой зятёк. Я думаю, если бы она мне утром сказала, я бы её вырубил сразу. А не удар. А тут я, значит, одумался, думаю, вот как бы вот, вот, вот этим одним ударом максимальный ущерб. Только замахнулся, жена выбегает. Пойдём скорее ужинать, дорогой. Знаешь, дорогой, проговорилась. Дорогим меня назвала. Может быть, хотят откормить, на органы сдать. В другой ипостаси я себя, дорогим, никогда не чувствовал. Тут тесть с тёщей меня подхватили на руки и на кухню внесли. А жена говорит, у нас сегодня на ужин шашлык из сёмги. Значит, котлеты по-киевски. Царская солянка, стерлядь до пору. Всё, думаю, точно, точно откормить хотят. И на органы, все мои органы продать. Нет, поросёнок тоже до поры до времени думает, что его из-за доброты так кормят. Только расслабишься и окажешься в колбасе в виде шпика. А тёща курицу нарезала и говорит, ты, зятёк мой золотой, что будешь? Ножку, крылышко или грудку? Нет, ну чё себе, кулинарный взлёт. Я привык, что в этом доме за 10 лет мне только достаётся кусочек хребта и попка. Зина спрашивает, дорогой, а ты икру будешь чёрную или красную? Я думаю, как же так? До этого мне позволялось есть икру только одного вида рыбы. Кабачков. Зачерпнул полную ложку икры и думаю, господи, и есть же международный день женский, 8 марта. Неужели нельзя придумать международный день забитого мужика? Поел немножко, и я думаю, шиш вы меня откормите. Если б свинья понимала слова хозяина, пора кабанчика резать, она бы по ночам фитнесом занималась. Я вилку отложила, говорю, а не пойти ли мне посмотреть телевизор? Пристроили телевизор. Меня уже внесили на руках в зал, и тёща сразу включила, ну, спорт, ну, футбол, беспыток. Просто сама врубила с той же лошадиной улыбкой. То есть я в этом доме за 10 лет футбол смотрел один раз, когда показывали бабский сериал, и там мужик сидел и футбол глядел. Тут жена заявляет, может, я, дорогой, сбегаю в магазин за пивом? Ну, то есть я ушам не поверил. Знаешь, вот в одной фразе четырежды меня убило нафиг. Милый, я для тебя сбегаю и за пивом контрольный. А ты, говорит, какое пиво хочешь? Последнее, вот, что меня спрашивали в этом доме, когда ты сдохнешь? Тут тёща говорит, да что ты достаёшь нашего золотого зятька? Купи разного. И дала ей деньги. Глазом моргнуть не успел, жена возвращается. Я пивка втянул, литрик. Да, сижу, отхлебнул. Тёща мне губки с салфеткой. Я разомлел, слюни специально пускаю. Сижу. Куда, спрашиваю, бутылку можно поставить? Тесть одним прыжком через всю комнату. Перелетел, встал на карачки и сказал, вставь на меня, мой золотой зять. Куда только радикулит дел. Значит, первый раз в жизни вижу журнальный столик, у которого, у которого телепрограмма в зубах. Значит, а, кстати, Теся, Толик зовут. Был Толик, стал столик. Я бутылку на радикулит поставил, вобу об башку его оббиваю, тёща рыбу чистит, кости выбирает филейную часть, мой изумлённый рот вставляет. Ну, просто рай в отдельно взятом государстве. Тут жена говорит, любимый, я прошу тебя, иди в постельку. Тут полегчало ей, видите ли, десять лет у неё голова болела. Иди, мол, скорей ко мне, мой птенчик. Я хочу свой супружеский долг выполнить за десять лет поквартально. С девяносто девятого начинаю. Ну, что, я хоть в голодухе, но больше двух кварталов не вынесу. Вот уснул, как убитый, вот меня под утро комар разбудил, так они этого комара живьём поймали и пытали до тех пор, пока он извинения у меня не попросил. Но я когда глаза продрал, жена спрашивает, «Милый, что ты будешь на завтрак?» Обычно меня спрашивали в этом доме, «Ты будешь что, посуду мыть или полы?» Короче, проводили меня на работу, ну, вот так провожают на работу, ну, я не знаю, билогейца, вот, день зарплаты. Пришёл я счастливый на работу, и тут Витёк мне всё выложил. Ну, и вот теперь я думаю, граждане дорогие, или рассказать им правду и всю жизнь мучатся, или пожить месяц по-человечески, а там путь что будет. Эй! АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЁТ НА ИНОСТРАННИЕ ГОВОРЯТ ПРОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПРОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ОКРАННОМ ЯЗЫКЕ